Спасибо. Всем привет. И действительно, сегодня мы поговорим о том, как можно применить блокчейн. И не просто как можно применить, а как его можно воплотить так, чтобы было не больно и приятно всей команде. Собственно, да, немножко обо мне. Обо мне сказали. Меня зовут Никита Соснов. И помимо того, что я большой любитель и энтузиаст блокчейна, кроме этого, я очень люблю язык ГО. И в целом люблю делиться своими знаниями и являюсь ментором. Так что, если у вас будут какие-то вопросы, задавайте их. И конкретно мы поговорим, вспомним такую базу все-таки, зачем нам блокчейн, что это такое. Мы посмотрим, какие варианты у нас есть для того, чтобы работать с ним. Какие у нас есть опции, которые нам предлагает рынок для того, чтобы работать с ним. И как мы, как, скажем так, конкретный проект, можем что-то воплотить в нем. А потом попытаемся подумать около минутки, что же вообще блокчейн может дать современному миру. И нужен ли он вообще. Это такой очень интересный и важный вопрос. И такой важный и серьезный вопрос нельзя не открыть прекрасным комикс-трипом, который рассказывает, что же по факту такое блокчейн. Много-много хайпа, но, опять-таки, как маленький момент, мы будем пытаться концентрироваться на более таких готовых решениях с точки зрения взрослости. То есть можно даже попытаться использовать термин как mature или матчурные решения, если мы пытаемся коверкнуть русский язык. Давайте все-таки вспомним некоторые основы перед тем, как продолжим и поговорим вообще, что такое блокчейн. Если говорить о такой вот суперпростой базе, это какой-то связанный список записей. У нас есть какая-то запись, может быть, набор записей. И мы их связанным списком друг с другом соединяем и таким образом пытаемся организовать какую-то неразрывную цепочку. Другой важный момент заключается в том, что все эти данные между собой не находятся в одном месте, но они между собой общаются с помощью каких-то представителей блокчейн-сети. Они распределены. И у этих самых членов сети есть какой-то консенсус или, если говорить совсем простым языком, способ договориться между собой о том, какие данные можно класть в блокчейн, какие данные нельзя. И он является неизменным. Это то, что является очень большим фактором, отличающим его от традиционных баз данных, даже те, которые могут быть тоже распределены, если мы говорим даже о серьезных кластерах, которые находятся в разных частях света. И блокчейн может быть публичным или закрытым с разными системами прав доступа. Самыми известными и популярными традиционно являются публичные. Мы все знаем о таких штуках, как биткоин или эфириум. Есть более узкоспециализированные решения, которые, наоборот, пытаются предложить, скажем так, закрытый стиль блокчейн для того, чтобы не каждый человек мог воспользоваться, просто войдя в него, но для того, чтобы можно было построить свое приложение и свою инфраструктуру, зная, что никто, у кого нет какого-то доступа, не сможет подключиться и не сможет, скажем так, получить ненужные для этого человека данные. И, собственно, это хороший вопрос, хороший вопрос рождается отсюда, потому что у нас есть блокчейн, это очень интересная технология. А зачем она? И вот зачем? Есть хороший ответ, по крайней мере, этот ответ является одним из таких серьезных ответов бизнесов, я бы сказал, бизнесов среднего и, может быть, крупного размера, а конкретно такая штука, как реестр, или, если мы говорим более известной, более широко распространенной терминологией, так называемый ledger или даже distributed ledger, то есть распределенный реестр, если мы говорим на русском языке. По факту, если мы говорим, опять-таки, в очень простых терминах, это неизменяемая распределенная база данных. Как я вот говорил на предыдущем слайде, вот эта вот неизменность является ключевым фактором для блокчейна, и без вот этого фактора можно было бы сказать, что, окей, у нас есть какая-то база данных, но именно вот эта вот неизменяемость делает наш блокчейн блокчейном в большинстве случаев. Не всегда, конечно, есть другие важные моменты, и мы о них поговорим, что важно, но вот этот момент здесь. И если мы посмотрим на такие вот примерные картинки, изображения, центральное хранилище данных очень часто, по сути своей, можно заменить. Окей, это база данных. Можно пользоваться SQL, Mongo, что нам больше нравится, будет находиться в центре, и каждый клиент сможет к нему обращаться. Когда же у нас система распределенная, то у нас появляется возможность говорить, что, окей, каждый клиент обладает своей копией, которая автоматически умеет синхронизироваться с другими копиями в этой сети, и это достаточно интересное применение. Очень много практических применений. Мы чуть конкретнее, чуть позже поговорим о области, которая нас интересует, это перестрахование. В целом же, если мы коснемся, очень много применений касается supply chain, решений, каких-то продуктовых решений, которые пытаются использовать историю или аудит этих данных, который, опять-таки, является одним из ключевых факторов и ключевых моментов для блокчейн-решений. Но, тем не менее, вот эта вот база, о которой мы должны знать, что у нас есть блокчейн как технология, на базе этой блокчейн-технологии мы можем построить распределенный реестр, или, если мы так хотим, распределенную неизменяемую базу данных, в которой можно посмотреть историю. И, опять-таки, ключевые особенности всех этих леджеров, распределенных моментов, нет центральной сущности, не просто, что нет какой-то единой базы данных, и мы бы говорим о нескольких кластерах, но конкретно нет самой главной сущности. И это очень важно, потому что в этом случае все участники этой сети, все участники какого-то приложения или все партнеры в рамках какого-то решения являются равноправными. Это очень важный момент, потому что мы будем говорить о таком понятии, как доверие друг к другу или просто доверие. И этот момент является ключевым здесь, потому что нет кого-то самого главного, первого среди равных. И все эти сущности между собой равны, когда бы они не вошли в сеть, когда бы они не присоединились, и что бы они не предлагали решению, что очень важно. Другой момент, который является достаточно важным, и это, по сути дела, наследственный компонент и наследственное свойство блокчейна, заключается в том, что все является прозрачным для участников сети. Если вы участник сети, если у вас есть, в общем-то, право смотреть в какой-то конкретный реестр, то у вас точно так же есть и история, связанная со всеми действиями над этим реестром. Вы можете посмотреть данные, вы можете пойти, вернуться во времени, в прошлое, и буквально проверить все, что было и все, что происходило с самого первого дня. Это очень важно. И еще один момент, который является, наверное, самым важным для нас, как для инженеров, для бизнеса он тоже является важным, потому что добавляет гибкости, но по факту возможность писать свои приложения так, чтобы они прямо находились в блокчейн-сети, является очень интересным, потому что открывает множество опций. Но если опять мы об этом будем говорить, но опять-таки, если мы говорим о вот таких вот базовых пониманиях, базовом понятии, то возможность писать бизнес-логику в реестр или прямо в наш блокчейн позволяет нам, опять-таки, доверительно относиться к этому коду, потому что этот самый код будет одинаково выполняться для всех участников, потому что это одинаковая версия кода, потому что она специальным образом установлена в блокчейне. И она будет выдавать одинаковые результаты при одинаковых вводных, потому что этот самый код, опять-таки, работает на одинаковых данных, потому что в блокчейне находятся данные, которые видны и прозрачны для всех, как видно из предыдущего пункта. И таким образом вот эти вот три ключевых момента позволяют нам говорить, что хорошо, мы можем создать какое-то интересное приложение, и мы можем воспользоваться им. Какие же есть практические варианты, чтобы использовать вот эти вот все моменты, которые я только что описал, как можно построить свое решение, используя некоторый Ledger? И есть много популярных решений. Мы перечислим здесь три конкретных решения, три фреймворка. Это Happy Ledger Fabric, это Corda, это Ethereum. Все они представляют собой некоторое блокчейн-решение, которое позволяет вам писать свою бизнес-логику, писать свои приложения и пользоваться как Ledger. Ethereum немножко более специфичен, чем Happy Ledger Fabric и Corda, потому что Ethereum по умолчанию является публичной сетью, публичным блокчейном. Там есть варианты, как можно развернуть свою собственную сеть, но мы не будем этого касаться. В то время как Corda и Happy Ledger представляют собой изначально приватные решения. Это значит, что по умолчанию эти сети недоступны для прохожих-мимохожих. Для того, чтобы участвовать в приложении, необходимо иметь конкретные права доступа, которые выдаются обычно администраторам приложения или хозяинам той бизнес-логики. Это важно. Не сети, потому что у сети нет хозяина, а именно бизнес-логики, которые говорят, окей, я могу тебя впустить или я могу тебя не впустить. Собственно, мы будем концентрироваться на Happy Ledger Fabric. Это то, что мы используем, это то, что мы считаем одним из самых таких вот взрослых и полноценных решений на рынке. Это очень интересный фреймбург или даже целая платформа, потому что Happy Ledger – это платформа. У меня есть множество решений, где Happy Ledger Fabric – это конкретно фреймбург для того, чтобы реализовывать, опять-таки, распределенный леджер или распределенный реестр. Собственно, он выпущен был Linux Foundation, так и немножко Википедия. Но из того, что важно, у него нет никакой привязки к сфере. Если мы посмотрим на тот же эфир, у эфира есть достаточно много функционала, которое возвращает нас к такому понятию, как криптовалюта. И это может несколько связывать нам руки, потому что мы, как минимум, начинаем думать в этих терминах. У нас могут быть какие-то токены, у нас может быть просто эфир, как непосредственная валюта. В этом же случае Happy Ledger Fabric и Corda не несут в себе этого компонента, криптовалюты. Вместо этого они просто предлагают решение или платформу, если мы будем говорить общими словами, предлагают некоторую платформу, на которой мы можем запускать свой код, и этот код будет руководить и управлять данными, которые будут находиться в рамках блокчейн-сети. Блокчейн-сети Corda или блокчейн-сети Happy Ledger Fabric. И, собственно, из того, что нам важно конкретно в Happy Ledger Fabric, это то, что он позволяет использовать и работать с доступами не только на уровне «я пустил этого человека в сеть» или «я не пустил этого человека в сеть», но и на уровне внутренних компонент и на уровне бизнес-логики, такое понятие, как «приватные данные» очень хорошее, можно работать также и каналами, но об этом мы будем говорить чуть-чуть позже. Собственно, если мы говорим о том, как писать приложение, то когда мы говорим о Happy Ledger Fabric, мы можем писать на полноценном языке. Это тоже большой плюс, как минимум, мне кажется, достаточно субъективно, но, мне кажется, большой плюс по сравнению с тем же эфиром, где нам необходимо использовать специальный язык Solidity, который может быть в чем-то ограничен. И когда у нас есть опция писать на настоящем языке, родным языком, даже в Fabric, является язык Go, но точно так же можно писать и на JavaScript, и на Java, и есть некоторые другие адаптеры, но, в общем-то, три этих языка считаются основными, на которых рекомендуют писать свое решение, если нам нужно. Corda для просто справки позволяет писать на Kotlin, так что, если вас интересует тот стэк, Corda тоже, скажем так, выросла и заматерела, я бы так сказал. Так вот, если мы говорим о нашей платформе и о каком-то решении, то, опять-таки, уже конкретизируя к Hopelogy Fabric и вот эти вот бонусы, возможности написания полноценного кода, разнося на всю концепцию распределенного леджера, мы можем установить такие вот несколько истин, я бы так их хотел назвать. И первое говорит о том, что у нас есть доверие, потому что если мы вернемся к тем самым моментам о том, что у нас нет центральной сущности, у нас нет самого главного, у нас есть просто какие-то общие правила, которые говорят, что вы можете войти в эту сеть, если вы соответствуете таким правам. Например, если вы соответствуете нашей индустрии, если вы хотите заниматься перестрахованием, например. Вот, собственно, вот это вот доверие, что есть некоторый нейтральный арбитр. И о концепции арбитра мы поговорим еще чуть-чуть позже, еще больше, потому что это очень важный компонент, который мы, как мне кажется, смогли вынести на такой вот высочайший уровень так, чтобы не было никаких вопросов, связанных с тем, а действительно ли ваше решение является независимым и нейтральным. Но, опять-таки, все в свое время. Кроме этого, единый источник правды. Оно немножко пересекается с доверием, потому что если мы знаем, что мы можем доверять сети, то все наши данные являются синхронизированными, и мы можем обращаться к любому источнику в рамках сети, то есть к любой машине или любому участнику этой сети, спрашивать у него какую-то информацию и получать эту информацию. И в этом случае мы будем знать, что она является истиной, и, что важно, не просто истиной, но такой же истиной, как и у всех остальных участников. И, пожалуй, такой вот последний пункт, который тоже очень важен, в том числе и для нашего конкретного практического решения, который заключается в том, что использование блокчейна в общем или даже распределенного реестра в частности – это то, что мы убираем все перепроверки, потому что обычно многие бизнесы, которые переезжают в блокчейн, страдают от одной общей черты. Необходимо проводить какой-то аудит или реконсиляцию, или, если говорить простым и человеческим языком, когда вы являетесь какими-то партнерами в бизнесе, но вы не можете до конца друг другу доверять по разным причинам. Это могут быть сложности в вычислениях. Например, у вас есть буквально обороты в миллионы записей, которые вам необходимо каким-то образом рассчитывать, и малейшая человеческая ошибка, особенно если вы пользуетесь таким продвинутым инструментом, как Excel, может привести к потере значительных ресурсов, с одной стороны. С другой стороны, если это организации, которые просто не могут доверять себя и другим по причине именно бизнес-процессов, когда необходимо с точки зрения бизнес-логики говорить, что мне необходимо убедиться и перепроверить, что эти данные являются истинными. И в этом случае мы можем приложить эту обязанность с человека или с какой-то внешней системы на систему, находящуюся в блокчейне, то есть ту систему, которая находится непосредственно вместе с данными. И, соответственно, таким образом намного уменьшить технический overhead, который в противном случае нам бы понадобился, чтобы достать данные из источника, проверить, что эти данные являются истинными, посчитать то, что нам нужно, и после этого снова убедиться и каким-то образом перепроверить, что то, что мы посчитали, является истинным. А когда это все находится в одном месте, это необходимо совпадает. И, собственно, как же... Я вот много говорил, и я даже начал заикаться о том, что мы используем это в перестраховании. Но конкретно, как можно использовать блокчейн в реальности? И вот, опять-таки, картинка намекает, что можно использовать по-всякому и даже с точки зрения расширения своего пиар-отдела. Но у нас, как мне кажется, достаточно серьезный кейс. Собственно, применение в перестраховании и почему он применяется? Я не буду погружаться в детали бизнеса, простите, NDA, и в детали непосредственно сферы, в общем-то, перестрахования. Это, только говоря поверху, процесс, когда у нас есть просто страховые компании. Это те, которые, в общем-то, занимаются обычным страхованием машин, людей, домов. То есть те компании, с которыми мы общаемся и которые обслуживают непосредственно нас, как обычных людей. Но есть и другие компании, которые занимаются тем же самым, но на уровень выше, а конкретно занимаются перестрахованием. То есть они берут и вот эти вот страховые полисы перестраховывают. И таким образом, если будет что-то происходить, то вот этот вот риск или эти самые данные будут... И вот эти вот рисковые выплаты будут выплачиваться не какой-то одной компанией, а целой цепочкой компаний. Таким образом, на каждую из этих компаний уменьшается давление вот этого финансового долга или финансовые необходимости, финансового риска. Соответственно, вот такая вот ситуация, что все выигрыши находятся, что если выплаты не происходят, кто-то зарабатывает. Если выплаты происходят, то кто-то платит меньше. В общем-то, это такой очень по верхам, но за счет того, что вот эта вот схема является, скажем так, не самой естественной и не самой простой для понимания, потому что цепочка может продолжаться достаточно долго и она может быть достаточно длинной, это может создавать интересные ситуации, когда вот этот вот жизненный цикл данных, когда у нас есть стартовая какая-то полисы, обычный человек, обычный клиент, или я как человек, который захотелся страховать свою жизнь, здоровье, что угодно. Я передаю свои данные страховой компании. Эта страховая компания отдает перестраховщику. Перестраховщик может отдать эти данные какому-то другому перестраховщику, которые связаны с специальными какими-то узконаправленными ситуациями. Например, о том, что я долгожитель и мне нужно выплачивать пенсию очень уж долго. Это тоже отдельная ситуация, интересно. И таким образом создается эта цепочка, и всю эту цепочку нужно отслеживать. И вот эти вот данные живут очень долго. Собственно, люди живут тоже достаточно долго. И зачастую все эти данные и контракты, связанные с этими данными, то есть какие-то специальные условия и форматы вычислений, необходимо сохранять на протяжении вот этого жизненного цикла. Зачастую это действительно десятки лет. И обязательства все это время должны храниться в каком-то неизменном формате. В формате, который не подлежит сомнению ни одной из сторон. И другой важный момент, это что помимо того, что эти данные просто необходимо где-то хранить, и они должны быть сохранены надежно, кроме этого, есть разные другие компании или контрагенты, или другие перестраховщики и страховые компании, которые должны работать с этими данными. И помимо того, что они должны работать с одинаковой копией данных, они должны работать с этими данными одинаково. А это значит, что необходимо, чтобы эти данные обрабатывались чем-то, что тоже не подлежит сомнению. И зачастую это решения, находящиеся в блокчейне, и решения, находящиеся рядом с данными. Ну и, собственно, если мы говорим о прикладном решении, то это наш Hyperledger Fabric, или в общем случае это распределенный реестр. И о том, как же все-таки работать с этим блокчейном и работать с распределенным реестром. Потому что раньше, ну, уже довольно давно на самом деле, не было какой-то возможности нажать волшебную кнопку и взять, я хочу себе заскейлить 10 блокчейн-сетей. И как вот если кто-то знаком с AWS, допустим, берет, нажимает кнопку в консоли, и у него поднимается 10 EC2 инстансов, которые позволяют заниматься на этих виртуальных машинах тем, чем мы хотим. Все это нужно было настраивать самостоятельно, и это достаточно сложно, потому что необходимо всегда заботиться о видимости, необходимо заботиться о сертификации, для того чтобы, собственно, нельзя было подделывать данные, просто входя в эту сеть. Есть очень много операционных рисков, когда что-то становится недоступным или что-то падает, и создать вот эту вот сеть и сетевую инфраструктуру с нуля, ну, неудобно. И это один момент. И другой момент, что само доверие к блокчейн-решению такого рода может упасть, потому что кто-то же должен заниматься этой инфраструктурой, и кто-то же должен заниматься администрированием. А это значит, что на самом деле у такой сети есть какой-то хозяин, даже если он себя не афиширует, и даже если он не говорит, вы должны мне денег за то, что я поддерживаю вашу инфраструктуру, все равно есть какое-то понимание у участников, что кто-то контролирует чуть-чуть больше, чем можно, или чуть-чуть больше, чем обычно. С другой стороны, в последние годы появляются сервисы, которые, по сути дела, являются теми самыми аналогами и сету на Амазоне, или по факту являются просто некоторым SaaS-решением, потому что они делегируют настройку специальным людям или специальной инфраструктуре и позволяют нам фокусироваться на бизнес-логике. При этом в последнее время решений появляется все больше, и это очень хорошо, потому что, с одной стороны, нам, как клиентам вот этих вот самых больших компаний, сервисных компаний, есть чего выбрать, а с другой стороны, у этих компаний есть какая-то конкуренция между собой, и это заставляет их двигаться вперед, улучшая свой продукт. Мы будем говорить здесь об AMB, так называемом Amazon Launch Blockchain, это блокчейн-сеть от Амазона, но таких решений достаточно много. Решение было от Azure, есть, опять-таки, достаточно простое, но все-таки рабочее решение от Google Cloud Platform, и в целом специализирующиеся решения для блокчейна есть у IBM, например. Собственно, AMB – это не просто платформа или сервис, который позволяет нам немножечко сэкономить время и использовать немножечко меньше кода, но это еще и очень важный, я бы сказал, бизнес-ресурс, потому что мы можем говорить, смотрите, мы не просто на коленке собрали блокчейн-сеть, мы используем AWS, мы используем Amazon, и это значит, что у нас, во-первых, все на высшем уровне, потому что мы используем какого-то мирового провайдера с одной стороны. С другой стороны, это очень увеличивает доверие, потому что теперь все, кто хочет пообщаться с нашей сетью, знают, что это не я, Никита Соснов, поднял сеть, который, сколько я не был бы там хорошим или плохим специалистом, просто человек, который работает в какой-то конкретной компании, а взял и попросил провайдера, конкретно Amazon, поднять. И доверия к Amazon намного больше, и это прекрасно. Ну и, соответственно, вообще наличие Amazon как такового упрощает переход, потому что очень часто компании уже находятся в облаке, уже используют Amazon, и если мы говорим о переходе на такое вот решение, конкретно подключение к нашему решению, то такое подключение происходит практически безболезненно или практически незаметно, потому что они уже здесь, и все, что им нужно, по факту, это просто Amazon аккаунт. Но опять-таки, если мы поговорим о том, что он дает нам с практической точки зрения, то он снимает все ту же самую боль администрирования, потому что он администрирует и автоматизирует и абстрагирует ключевые детали для нас. И он поддерживает, собственно, хотел же Fabric, или, если нам нужна более открытая сеть, Ethereum. Тоже очень удобная опция, но, опять-таки, мы немножко не о том. И как же мы используем конкретно AMB в том решении, которое я описал, и в том продукте, связанном с перестрахованием, как я описал? Мы позволяем нашим клиентам легко настраиваться и масштабироваться при необходимости, потому что у нас в рамках продукта несколько компаний между собой взаимодействуют, и когда приходит новая компания, новая страховая компания, которая необходима как-то к нам подключиться, у нас есть автоматические, мы используем CloudFormation для этого, автоматические инструменты для того, чтобы они могли разместиться в Амазоне, автоматические инструменты, чтобы они могли подключиться к блокчейн-сети, и по факту все это подключение занимает у них несколько часов, вместо того, чтобы это были долгие, болезненные, ручные, мануальные процедуры, которые связаны с так называемой цифровой трансформацией, которые иногда могут проходить долгие-долгие месяцы. Я был свидетелем подобных ситуаций. Это с одной стороны. С другой стороны, за счет того, что мы используем вот этот вот распределенный реестр, весь функционал доступен участникам, в том числе новым, и вот эти вот участники, которые потратили несколько часов для того, чтобы автоматически войти к нам в сеть, могут пользоваться всеми благами нашей сети и нашего продукта уже после этих часов. Они не являются аутсайдерами, потому что как только сеть была установлена, и они в нее вошли, данные синхронизируются, и они обладают всеми теми же данными и всей той же информацией, которой обладаем и мы. В целом же, если мы говорим о приложениях, которые мы пишем для именно блокчейна, и те приложения, которые запускаются в блокчейн-сети, они представляют собой набор валидационных и калькуляционных процессов, которые позволяют бизнес-логике пройти вот эти вот шаги автоматического аудита и подсчета калькуляции, так называемых client calculations, если мы говорим о термине непосредственно, или если перевести это на человеческий язык, то это подсчет страховых выплат для разных держателей полиси, то есть так называемых людей в итоге. И любой человек, что важно, любой участник блокчейн-сети может написать подобный код, и если этот код будет принят всеми участниками в ходе голосования и валидации, то он сможет дополнить бизнес-процесс и улучшить его для всех. Опять-таки, как вот last but not least, этот момент, касающийся полного доверия, за счет того, что все эти организации находятся в одной сети, которая управляется не конкретно нашим аккаунтом или конкретно нашим продуктом, а Амазоном, у них нет сомнений в том, что эти данные являются истинными или в том, что эти данные, скажем так, будут находиться здесь столько, сколько этим данным заповедано находиться здесь с контрактом. То есть нет как раз вот этого ощущения подложности, как раз за счет того, что у нас есть очень надежный нейтральный агент Амазон. Ну, собственно, отвечая на вот этот вот последний вопрос, есть ли у нас будущее у блокчейна, есть ли у решений на блокчейне будущее в нашем мире? Опять-таки, тут важный момент и оговорка, что если мы сейчас даже абстрагируемся от важных и новых модных решений, тут можно даже сказать просто NFT и все, что связано вокруг него, если мы просто сконцентрируемся на том, что уже, скажем так, обросло детальными, обросло какими-то функциональными необходимостями, то есть то, что требуется, то, что востребовано, то мы увидим, что спрос на такие решения есть, и он не уменьшается. Он встречается в разных ситуациях, но опять-таки обычно это можно привести к ситуациям и привести к тем случаям, которые мы описали с вами здесь, то есть когда нам необходимо доверие и когда компании, которые работают вместе, не могут держать данные вместе, в одном месте, и которые не могут доверять данным друг друга без проверки. В этом случае блокчейн служит прекрасным арбитром, блокчейн прекрасно позволяет писать решения, которые уменьшают стоимость подобных операций и в целом упрощают жизнь бизнеса. С одной стороны. С другой стороны, за счет того, что блокчейн как технология все время взрослеет, он получает все больше взрослых и больше проверенных решений. Это понижает, я бы сказал, входной барьер. И это понижает качество продуктов, потому что их становится писать проще, их становится писать быстрее, и количество специалистов тоже растет. И это хорошо. Так что мне кажется, и мне кажется, что это даже не просто вот такое какое-то скромное мнение, но вот что-то, что многие из нас могут видеть и наблюдать. Блокчейн входит в нашу жизнь, и будет находиться множество решений. Очевидно, что не все решения толковые, и некоторые могут просто играть на популярность этой технологии. Но мне хочется верить, что мы будем находить все больше именно толковых решений, и инструменты, которые будут появляться вокруг этих решений, и для решения каких-то конкретных вопросов, будут упрощать нашу работу и позволят нам работать с этим инструментом так же эффективно, как, в общем-то, и с любой базой данных или с каким-нибудь фреймверком или любой сложной технологией, которая когда-то казалась для нас неподъемной, потому что не было инструментов, не было возможности писать хороший код, не было возможности писать качественное решение быстро. Но потом начали появляться инструменты, которые понизили входной порог и повысили качество продукта. Собственно, на этом все. Спасибо большое. Я буду очень рад вашим вопросам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!